По состоянию на 1 июля на территории городского округа более 5000 малых, средних и индивидуальных субъектов предпринимательства. Практически 43% экономически активного населения задействовано в малом бизнесе. В целом, сохраняется положительная динамика развития предпринимательства за счет увеличения количества малых предприятий и роста населения. У нас в городе, как и для всех муниципалитетов, по закону развития малого и среднего предпринимательства, федеральному, республиканскому, действует муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства. Она у нас долгосрочная. Мы утвердили ее в 2013 году на 2014-2018 годы. Но могу заметить, что наш городский округ, наверное, был в числе первых территорий, которые приняли долгосрочные программы. Среди наиболее важных мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства является ежегодное участие Нефтекамска в республиканском конкурсе по предоставлению субсидий муниципальным образованием. Буквально на днях завершаются сроки приема документов на участие в конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства по субсидированию части лизинговых платежей. Для победителей выделен 1 миллион рублей. Наши ожидания, конечно, самые позитивные, это получить еще порядка 11 миллионов рублей к нашему миллиону. И уже оказать существенную поддержку тем конкурсантам, которые приняли участие в этом конкурсе. Конкурс был открытый. Мы размещали информацию на нашем сайте. Неоднократно говорили об этом в средствах массовой информации, в печатных средствах, радио. Но постарались максимально охватить всю аудиторию тех предпринимателей, которые работают с договорами лизинга. По мнению Лилии Зайнулиной, одним из основных и важных остается вопрос о соединении малого бизнеса с крупным. Его поднимали на прошлой неделе на встрече временно исполняющего обязанности президента Рустема Хамитова с предпринимательским активом. Необходимо наладить систему взаимодействия крупных предприятий с мелкими фирменными производителями. Даже самая цеховая себестоимость изготовления услуг, она бывает порой гораздо выше, чем если бы эти услуги оказывались у субъектов малого бизнеса, которые работают в более экономичных условиях и способны эти услуги оказывать с большей эффективностью и с меньшими затратами. После изложения основных аспектов развития предпринимательства, заместитель главы по экономике и промышленности ответил на все вопросы, интересующие журналистов. Один из таких – это критерии предпочтения при выборе победителей городского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Критерии участия в этом конкурсе и кто может в этом конкурсе участвовать, они открыто прописаны. Исключены предприятия торговли, исключено приобретение легковых автомобилей или таких элементов. В основном это те, кто работает в реальном секторе экономики, реально создает места. И критерии там определены – количество рабочих мест, создаваемых в результате лизинга, количество уже действующих рабочих мест, средняя заработная плата. То есть выбираем те предприятия, которые могут дать при вложении наибольший экономический эффект от этого вложения, от этой поддержки. В завершении пресс-конференции Лилия Фарытовна подчеркнула, что несмотря на то, что предпринимательство развивается с положительной динамикой, присутствует большое количество вопросов, которые необходимо решать. Заместитель главы по экономике и промышленности пообещала, что со своей стороны администрация постарается создавать наиболее благоприятные условия для успешного развития предпринимательства. Татьяна Кокорина, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».